МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Официальный Баку потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Об этом заявили в МИД Азербайджана в связи с антиазербайджанскими заявлениями министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. На освобожденных от оккупации территориях по сей день найдены 18 массовых захоронений, в которых обнаружены останки не менее 172 человек. Личности 55 человек, захороненных в этих могилах, уже идентифицированы. Китайские ВМС водометами атаковали филиппинские корабли в спорных водах Южно-Китайского моря. Манила заявила, что гражданская лодка получила серьезные повреждения, а некоторые члены экипажа получили ранения. По мере роста экономики Турции растет и спрос на энергию. В то же время наращиваются усилия по сокращению зависимости в энергетике от других государств. Сейчас строительство первого реактора АЭС Акуюм завершено на 95%. Наращивается добыча нефти и газа на собственных месторождениях. Но целью Турции является достижение нулевого уровня выбросов к 2053 году. Азербайджан категорически отвергает необоснованные и предвзятые обвинения, выдвинутые против республики министром внутренних дел Франции Жиральдом Дарманеном в правовом комитете Национальной ассамблеи во время выступления касательно Азербайджана-Новокаледонских отношений. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана. Глава МВД Пятой Республики, обвинивший Азербайджан в поддержке якобы сепаратизма на примере Новой Каледонии, забывает, что именно французская сторона предпринимала шаги в поддержку агрессивного сепаратизма в Азербайджане, принимая представителей самопровозглашенного режима во Франции на регулярной основе на высоком уровне. В МИД подчеркнули, вместо того, чтобы пытаться очернить Азербайджан нелепыми и дешевыми обвинениями, такими как массовое убийство армянского населения, глава МВД Франции не должен забывать о преступлениях против человечности, совершенных его страной, против коренных народов в рамках проводимой и продолжающейся в настоящее время колониальной политики. МИД в очередной раз потребовал от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и прекратить выдвигать необоснованные претензии. Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан установила личности 73 пропавших без вести лиц и места их захоронения. Соответствующая информация была обнародована на пресс-конференции, прошедшей в Баку. Имена и фамилии 73 лиц, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, были обнародованы в ходе пресс-конференции Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. Глава отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Азербайджана Орхан Розаев подчеркнул, что на месте обнаруженных на территории освобожденной от армянской оккупации территорий могил было выявлено нарушение требований Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, предполагающей осуществление идентификации тел и их индивидуальное захоронение во время войны. Есть один момент, который я хотел бы отметить особо. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны содержит ряд требований. Согласно этим требованиям, стороны конфликта обязаны похоронить тела по отдельности и предварительно их идентифицировать, установить личности погибших и подготовить об этом отчёт. Кроме того, согласно этой конвенции, погибшие должны быть достойно похоронены по возможности в соответствии с религией, которой они принадлежат, а также должна быть проведена маркировка упомянутых могил, чтобы их всегда можно было найти. Судя же по обнаруженным нами захоронениях, армянская сторона не только не идентифицировала личности погибших, но и пыталась стереть следы захоронения, например, прокладывая через них дорогу. Всё это является нарушением Женевской конвенции. Заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджанской республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов подчеркнул, что процесс выяснения судеб пропавших в период Первой Карабахской войны азербайджанцев затрудняется отказом армянской стороны предоставлять имеющуюся по этому вопросу информацию. Армения не желает сотрудничать с Азербайджаном по вопросам обнаружения и установления личности пропавших без вести. Высшие политические лица Армении не раз заявляли, что у них есть необходимая информация и относительно пропавших без вести в период Первой Карабахской войны азербайджанцев, и относительно мест их захоронения. Ведь именно под их контролем находились эти земли на протяжении 30 лет. Мы не раз обращались в международные организации и напрямую к армянской стороне, но они отказываются предоставлять какую-либо информацию. По словам сотрудника следственного управления Генеральной прокуратуры Сильджан Фамильзаде, всего в период после 2020 года на освобожденных от оккупации территориях были обнаружены останки 608 человек. Информация о принадлежности останков лицам пропавших без вести устанавливается в результате проведения судебных медико-криминалистических ДНК-экспертиз, позволяющих минимизировать вероятность допущения ошибки. В ходе пресс-конференции было также отмечено, что государственной комиссией и соответствующими государственными органами будет разработан план по повторному захоронению останков 73-х человек. Абухайджа Фарвар, Розав Аттахов, Сибиси. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Ильхам Мамедов, полковник юстиции в отставке. Ильхам Элем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ильхам Элем, процесс выяснения судеб, пропавших в период 1-й Карабахской войны азербайджанцев, серьезно затрудняется отказом Армении предоставлять имеющуюся по этому вопросу информацию. Можем ли мы говорить о нарушении международного права и соответствующих документов? Конечно, естественно. Все эти факты, которые были сегодня обнародованы совместным заявлением, как комиссии по делам военно-пленных, без вести пропавших представителями органов прокуратуры, конечно, это еще раз говорит о тех вопривающих нарушениях гуманитарного права, которым бы были совершены в ходе 1-й Карабахской войны. В принципе, в материале уголовного дела были многочисленные показания тех счастливчиков, которые остались живы или вышли из ада армянского плена. Они рассказывали о тех массовых убийствах, которые совершались на территории оккупированной части Азербайджана. И одновременно госкомиссия, которая с 1992 года свою работу продолжает, очень серьезно, кропотливо, тщательно подбирали все доказательства в отношении тех лиц, списки этих лиц. И неоднократно, я был свидетелем некоторых вопросов, неоднократно поднимались вопросы для того, чтобы Армения представляла списки места захоронений этих лиц, которые там похоронены. Это требование или это прямая обязанность государства. Это принципы международного гуманитарного права. Конечно, ожидать о том, что Армения соблюдала бы какие-то элементарные принципы гуманитарного права, не приходилось поскольку поскольку и после 44-х дневной войны мы видели обстошенные города, уничтоженные культурные ценности и вот люди. Прокуратура опубликовала данные о том, что были обнаружены 17 массовых захоронений. Наверняка будут еще факты по этому поводу, потому что список пропавших без вести еще трехзначные цифры. То есть мы сегодня видим те вопиющие преступления. Но с другой стороны, конечно, органы следствия на сегодняшний день получили доступ к осмотру места происшествия, к непосредственной идентификации личности. Техниц, невинно убиенных, которые попали и были. Эти списки тоже были оглашены в сегодняшней пресс-конференции. Да, действительно проведена очень большая работа с нашими правоохранителями, с госкомиссией, совместно с госкомиссией. Там были озвучены данные о том, что там техническое осношение увеличилось, техническая самой комиссия, были привлечения специалистов. И вот факты, которые сегодня, я думаю, мы должны эти факты приводить для сведения мировой общественности, которые, к сожалению, многие годы оставались глухими к этим событиям. Они не приезжали, они должны были давать местомастовое захоронение. Они должны были указывать, куда они пропали, селиться. То есть, это прямые нарушения гуманитарного права уже не всех конвенций. Ну и сегодня мы видим, что разработчик тщательно, планомерно, конкретно идет по этому пути. Эти лица идентифицированы. Многие годы лица, чьи родственники погибли, вернее, они без вести пропали, и сегодня они идентифицированы. Конечно, это может быть и небольшое, но для семей этих лиц это уже какая-то... Государство всегда следовало своим обязательствам. Государство всегда принимало меры к... Ну, я думаю, что будут... Мы еще будем свидетелем того, что лица, которые совершили вот эти преступления, они будут тоже идентифицированы. Они тоже будут ингредиальные обвинения. И мир наконец-то увидит, что действительно к чему приводит идеология не преемственности, идеология вражды, идеология несовместимости народов. Это фашистская идеология. Эта идеология должна быть иничтожена, потому что вот мы видим следы этих всех преступлений. Аллахам Сан-Арм, а Тирасын. Эль-Хамелем, а как вы считаете, как в целом должны регулироваться подобные вопросы? И опять же, почему мы не видим никакой реакции международного сообщества на эти антигуманные шаги? Вы знаете, в принципе, международное гуманитарное право, они обязывают. Как международная организация, в частности, международный Красный Крест, так и другие гуманитарные организации особо относиться вот к таким фактам. То есть к факту массового уничтожения людей. Но, к сожалению, да, вот Азербайджан придерживалась. Я думаю, в 92-м году была создана специальная комиссия, о которой мы сказали, которая провела большую работу, если вы не отчитываете перед обширсовностью. И такая же комиссия создана и в Армении. Они должны координироваться, обмениваться мнениями. Иногда какие-то информации проходили. Но в части Армения за весь этот период ни разу не представляла конкретные данные, то есть указывающие на выполнение ими принципов международного гуманитарного права. И вот это, конечно, невозможно представить, но это факт. Но сегодня я обратил внимание, что представитель госкомиссии нашей, он сказал, что платформа сотрудничает с Международным Красным Крестом. Ну, слава Аллаху. Пусть сотрудничают, пусть они, Международный Красный Крест, пусть занимаются, вот это их непрямая обязанность. И пусть трубят на весь мир, что вот что творилось, что как. И пусть эти лица, это не только это, а лица, которые совершали преступление, часть которых пока обнародована, пусть они должны нести ответственность. Ильхам Алим, большому спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нашему эфиру. Да, спасибо. Всего доброго. И напомню, что на прямой связи со студией был Ильхам Мамедов, полковник юстиции в отставке. Продолжаем выпуск. Накануне в Женеве на заседании группы по поддержке противоминной деятельности был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану в области разминирования. На мероприятии также состоялся обмен мнениями по различным аспектам минной проблемы в Азербайджане. Было согласовано продолжение обсуждений с целью решения проблем по данному вопросу. На заседании группы по поддержке противоминной деятельности в Женеве, где был обсужден вопрос увеличения помощи Азербайджану, представители Министерства иностранных дел Азербайджана и Анама проинформировали участников заседания о минных проблемах и масштабах разрушений, совершенных Арменией на ранее оккупированных территориях Азербайджана. Было доведено до внимания, что необходимо обеспечить адекватную внешнюю поддержку для возвращения азербайджанцев на родную землю. Со стороны этой организации мы имеем право ждать помощи. Если даже большой помощи в смысле саперов и специальной техники не будет, работа с этой организацией нужна для нашей страны, потому что это ООНовская структура, эта структура взаимодействует многими комитетами, многими группами при ООН. Работа, грамотная работа с этой организацией поможет укрепить наши возможности, наши позиции в объединенных нациях. Азербайджан – одно из тех государств, которые напрямую столкнулись с минной угрозой. На протяжении почти 30 лет азербайджанцы, вынужденные покинуть свои дома, ждали момента, когда смогут вернуться в родные края. Однако деструктивные шаги Армении по сей день препятствуют этому. Несмотря на то, что война на оккупированных территориях завершена, борьба против наследия войны в виде мин продолжается. И длиться она может ещё не один десяток лет. Вчера, по-моему, пошла информация касательно того, что был ранен солдат пограничной службы Азербайджана. И он был ранен во время взрыва мины как раз-таки на территории одного из тех четырёх сёл Казахского района, который постепенно переходит под юридикцию Азербайджана, будучи суверенной территорией Азербайджана. И вот это ещё раз как раз-таки наталкивает нас на ту мысль, что несмотря на то, что идут переговоры в контексте подписания мирного договора, как минимум идут обсуждения над отдельными элементами данного текста, тем не менее тот минный террор, который был учнён в годы оккупации в отношении Азербайджана, он продолжается и по сей день. На фоне отказа официального Еревана передать правительству Азербайджана точные карты минных полей, возрастает риск пополнения списка жертв среди мирных граждан. После Второй Карабахской войны и по настоящее время от взрыва в мин пострадало более 350 человек. Эксперты отмечают, что проведение 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29 откроет возможности для привлечения внимания не только к экологическим проблемам, но и также к минной угрозе. Те карты, которые на руках у нас имеются, они не соответствуют действительности, и мы всё-таки взываем к международной общественности именно в оказании содействия и в этом вопросе тоже. Буквально недавно, в прошлую неделю, в Университете Ада проводилось очень важное мероприятие КОП-29 и «Зелёное видение», на котором было высказано очень важные мысли касательно экологической составляющей, в том числе и вопроса минного террора тоже. Разминирование – это сложный и длительный процесс, требующий международного внимания и сотрудничества. На сегодняшний день на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана непрерывно ведутся работы по очистке от взрывоопасных пережитков войны. Только за 2023 год агентством Азербайджана по разминированию совместно с другими структурами были выполнены операции по разминированию на территориях общей площадью более 53 тысяч гектаров. Разминированные территории были отведены под проекты сельского хозяйства, строительство дорог, жилья, а также создание иной необходимой инфраструктуры. Бриллиант Исламова, Сибиси. Великое возвращение на освобождённые от оккупации территории продолжается. Сегодня очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев выехала в Лачинский район. Таким образом, ещё 23 семьи получили ключи от своих домов в родном краю. Группа бывших вынужденных переселенцев из 69 человек выехала сегодня ранним утром из жилого комплекса Гобы Парк-3, расположенного на территории городахского района Баку, Лачинский район. Это 23 семьи, которые в период оккупации родных земель проживали в различных регионах. Непосредственно в сам районный центр город Лачин возвращается 65 человек в составе 21 семьи, а в село Забух – 4 человека в составе двух семей. «Я очень рада, что возвращаюсь на родину, в Лачин. Но мне печально от того, что, увы, оставляю здесь дорогих моему сердцу родных. Можно сказать, большей части родных моих уже нет с нами. Я уезжаю вместе с внуками. Мои дети остаются здесь. Как приеду в Лачин, первым делом посещу могилу родных». «В течение всех этих лет я всегда мечтала вернуться на земли, где родилась. Я благодарна нашим героям, да упокоит Аллах их души. Желаю здоровья нашим ветеранам. Спасибо нашему президенту. Я покинула Лачин, когда мне было 32 года. Сегодня я возвращаюсь с супругом, сыновьями, невестками, внуками. Все наши самые счастливые воспоминания связаны с моей малой родиной. К сожалению, мои братья так и не дождались этого дня». В Лачинском районе сегодня продолжаются строительно-восстановительные работы. Дома бывших переселенцев заново отстраиваются, реконструируются сёла, прокладываются автомобильные дороги. Также на территорию района строится самый высокогорный аэропорт на территории Азербайджана. Вернувшиеся на родные земли лачинцы будут жить в современных и комфортных условиях. «Мне было 38 лет, когда я покинул Лачий дом. Наш дом полностью готов. Мой сын уже был в Лачине, а сегодня я с супругой и внуками еду в родной край. Я очень волнуюсь, но также и очень рад. Благодарю наших героев. Желаю здоровья нашим ветеранам и спасибо нашему главе государства за возможность вернуться домой». «Моя бабушка рассказывала мне про Лачин, о том, какой он был красивый. Я буду учиться там в школе, буду отличницей, а потом поступлю в институт. Я еду туда с бабушкой, тётей, родителями и сестрой. Пусть мои одноклассники, которые остались здесь, приезжают к нам в гости». В городе Лачин уже обеспечено постоянное проживание 493 семей. В целом 1838 человек, а в село Забух 217 семей, 823 человека. Балифа Бахшиева, Сеймур Гулиев, Сибиси. При организации государственной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям и участии Сумгаицкого регионального центра были проведены тактика специальной учения на тему «Организация взаимодействия структур МЧС при чрезвычайных ситуациях». В учениях были задействованы 89 единиц техники и 639 человек личного состава МЧС. В Сумгаите прошли тактика специальной учения Министерства по чрезвычайным ситуациям. Целью была проверка реальности оперативного плана и планов взаимодействия во время стихийных бедствий, повышение знаний и навыков действий участников учений в чрезвычайных ситуациях, безошибочному управлению подразделениями, а также совершенствование знаний и практических навыков личного состава в сфере спасательных работ. В общей сложности в учениях были задействованы 89 единиц техники и 639 человек личного состава МЧС, три специально обученных собаки, один вертолёт, территориальные и объектовые силы. В соответствии с планом учений были выполнены практические задачи по приведению личного состава и техники в соответствующей степени готовности. Выдвижение в условный район ЧАЭС, проведение общих разведывательных мероприятий в районе ЧАЭС, поиску пострадавших, их спасению из-под обломков зданий и сооружений, оказанию первой помощи и эвакуации, действиям в очагах химического отравления и радиоактивного загрязнения, тушению пожаров, созданию санитарных станций, обеспечению жизнедеятельности населения, эвакуированного из района чрезвычайной ситуации. В теоретической части учений была предоставлена подробная информация об учениях, обсуждён их сценарий. В практической части учений были успешно проведены операции по оценке оперативной обстановки, возникшей в результате условного стихийного бедствия, тушению пожара, эвакуации людей из опасных районов совместными усилиями учреждений, проведению поисково-спасательных мероприятий, оказанию первой помощи пострадавшим до госпитализации и оказана первая психологическая помощь людям, оказавшимся в состоянии стресса. Цели учений были достигнуты. После их успешного окончания были проанализированы результаты, даны соответствующие поручения. Переда Немалиева, Джавид Кадиров, Сибиси. Тем временем парламент Армении отказался обсуждать демаркацию границы с Азербайджаном. Внести вопрос в повестку дня очередного заседания законодательного органа требовали представители армянской оппозиции. По их словам, демаркация и установка пограничных столбов осуществляется незаконно. Тем временем правящие партии страны заявили, что оппозиция всячески пытается сорвать мирный процесс. 51 голос против 27. Правящее большинство парламента Армении отказалось обсуждать предложение оппозиции по делимитации границы с Азербайджаном. В документе заключалось требование отложить решение пограничных вопросов якобы из-за отсутствия атмосферы доверия между двумя странами. Правящие партии Армении заявили, что действия оппозиционных фракций не содействуют мирному процессу и противоречат государственным интересам страны. В основе демаркации границы между Арменией и Азербайджаном имеется правовой документ. Но оппозиция, выдвигая ложную повестку, вводит в заблуждение общества. Вы против того, чтобы у нас были международно признанные границы? В партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна выразили уверенность. На каком бы участке ни началась демаркация границы, недовольство в оппозиции осталось бы прежним. Пожалуйста, не формулируйте вопросы со словом «сдача». Мы ничего не сдаем. Мы отдаем то, что нам не принадлежит. Тем временем в армянской оппозиции по-прежнему требуют решения вопросов делимитации путем референдума. Группа противников власти вновь перекрыла несколько дорог в Ереване. Митинги продолжаются и в приграничной зоне страны. Между тем, в свете Никола Пашиняна заявили, что ситуацию в республике нагнетают некоторые страны-союзники. Ответ оппозиции не заставил себя долго ждать. Вы пытаетесь сохранить власть любой ценой, причем даже ценой территории. Когда нам, оппозиции, говорят, что за нами стоят наши союзники, они намекают на Россию и Иран. Спасибо. Допустим, это так. А кто ваши союзники? Азербайджан и Турция? Все хотели это услышать? Бурное обсуждение в парламенте Армении вызвало также участие представителей армянской церкви в акциях протеста против делимитации границ. Ни один митинг при граничной зоне не обходится без участия священнослужителей. Некий архиепископ Аршах Хачатрян вовсе заявил, что проклинает всех, кто содействует возвращению Азербайджану четырех населенных пунктов. Правящая партия Армении обвинили церковь в работе на оппозицию. Не перешли ли границы допустимого священнослужителя? Почему они не занимаются своей работой? Думаю, что часть наших священнослужителей уже давно очень политизирована. Конечно, есть много платформ и вариантов выразить свою обеспокоенность. К примеру, можно поговорить с властью. Но выступать с антигосударственными заявлениями – это чересчур. Тем временем экспертные группы Азербайджана и Армении продолжают соответствующие работы на условной границе. На первом этапе Армения возвращает Азербайджану четыре села Газахского района. Речь идет о селах Багани-Сайрым, Ашагай-Скипарахе, Еремли и Газалгаджилы. Они более 30 лет находились под армянской оккупацией. Другим темам госсекретарь США Энтони Блинкин и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призывают Хамас принять предложение Израиля о перемирии. Это было озвучено на специальном заседании Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии. Наряду с США и Великобританией к скорейшему миру также призвали Франция, Иордания и Египет. Согласятся ли стороны с предложением международных посредников или продолжат кровопролитную войну? Госсекретарь США Энтони Блинкин призвал Хамас незамедлительно принять предложение Израиля о перемирии. Об этом было заявлено на специальном заседании Всевышнего экономического форума в Риаде. По словам главы Госдепа, единственное, что мешает миру на Ближнем Востоке, это Хамас. И если будет объявлено о прекращении огня и обмен заложниками состоится, в регионе настанет мир. Мы решительно поддерживаем Израиль в его усилиях по обеспечению того, чтобы то, что произошло 7 октября, никогда не повторилось. Но в то же время мы полны решимости сделать всё, что в наших силах, чтобы положить конец ужасным человеческим страданиям, которые мы наблюдаем каждый день в Газе. Мы уже некоторое время назад чётко заявили по поводу Рафаха. В отсутствие плана, гарантирующего, что гражданское население не пострадает, мы не можем поддержать военную операцию. Мы ещё не видели плана, который придавал бы нам уверенности, что гражданские лица могут быть защищены. Ожидалось, что представители Хамас встретятся с катарскими и египетскими посредниками в Каире в понедельник, чтобы дать ответ на предложение о поэтапном перемирии, которое Израиль представил в выходные. По данным Reuters, источник, информированный о переговорах, сообщил, что предложение Израиля предполагает сделку по освобождению около 40 из примерно 130 заложников, которые, как считается, всё ещё удерживаются в Газе, в обмен на освобождение палестинцев, заключённых в израильских тюрьмах. Вторая фаза перемирия будет состоять из периода устойчивого затишья, компромиссного ответа Израиля на требования Хамас о постоянном прекращении огня. Саудовская Аравия и Соединённые Штаты проделали интенсивную совместную работу в течение последних месяцев. Я думаю, деятельность, осуществляемая в рамках наших собственных соглашений, потенциально близка к совершению. Но тогда для продвижения к нормализации потребуются две вещи – спокойствие в Газе и надёжный путь к созданию палестинского государства. Итак, по мере того, как мы будем завершать нашу совместную работу, я думаю, то, что было гипотетическим или теоретическим вопросом внезапно станет реальностью, и людям придётся принимать решения. Наряду с Блинкеном к перемирию призвала и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, который назвал предложение Израиля «щедрым». Это включает в себя сорокадневную паузу в боевых действиях и освобождение тысяч палестинских заключённых, а также израильских заложников. Министр иностранных дел Великобритании заявил, что мир между противоборствующими сторонами станет возможным только после обмена заложников на заключённых. И в этом контексте предложение Израиля действительно хорошее. Светлое будущее возможно только в том случае, если безопасная Палестина будет соседствовать с безопасным Израилем. А это станет возможным только в случае объявления о прекращении огня и ликвидации всей террористической инфраструктуры в Гаде. Нам действительно нужно, чтобы предложение об обмене заложников на заключённых было принято и в боевых действиях наступила пауза, чтобы затем мы могли создать импуть для перехода к устойчивому постоянному прекращению огня. Арабские страны настаивают на том, чтобы одним из пунктов мирного соглашения между Израилем и Хамас было создание палестинского государства. Но Израиль это предложение категорически отвергает. Смогут ли стороны договориться и на какой площадке это может произойти – вопрос открытый. Однако сейчас очевидно, что Израиль и Хамас как никогда близки к определённым договорённостям. А это уже важный шаг. Эллада Мамедова, CBC. Между тем, Израиль ждёт, пока Хамас ответит на предложение о прекращении боевых действий в Газе и возвращении заложников, прежде чем отправить переговорную команду в Каир. Об этом сообщило агентство Reuters. Поскольку госсекретарь США Энтони Блинкин должен прибыть в Тель-Авив после визита в Риат, чтобы помочь в заключении соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, растёт давление и в пользу соглашения о прекращении войны. По данным агентства, положительные ожидания появились в результате попыток Египта возобновить переговоры между Израилем и Хамас. Палестинское радикальное движение требует, чтобы любая сделка гарантировала вывод войск и окончательное прекращение израильской операции в Газе. Но израильские официальные лица заявляют, что операция Рафахи будет продолжена, если Хамас не примет предложенную сделку. Между тем, сделка не включает в себя окончательное прекращение огня, но подразумевает возвращение 33 заложников в обмен на гораздо большее число палестинских заключённых и ограниченную паузу в боевых действиях. США планируют и инициируют военные конфликты по всему миру против России, Палестины и Китая. Такое мнение выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире местного телевидения. Для США, по его мнению, война является лишь политическим бизнесом. Власти Соединённых Штатов занимаются планированием и разжиганием военных конфликтов по всему миру. Экскалация напряжённости на Ближнем Востоке и Украине также является результатом деятельности США. Об этом в авторской программе «Смадуро Плюс» местного телеканала заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. США спланировали ряд военных конфликтов. Об этом говорит выделение на эти цели 95 миллиардов долларов. Война Украины против России спланирована в течение как минимум 20 лет для того, чтобы разрушить мощь России. Но США не смогли это сделать. Россия сегодня сильнее в экономике, политике, социальном, технологическом и военном плане. По словам Мадуро, война, которая ведётся в Палестине, нужна для утверждения власти сионизма на Ближнем Востоке. Лидер Венесуэлы считает, что Вашингтон пытается развязать войну в Тайване против Китая. Он отметил, что США установили на спор на сгаянной территорию Эсэкибо, которую Венесуэла считает частью своей страны, базы ЦРУ и Южного командования вооружённых сил США. Они планируют развязать здесь военный конфликт. 95 миллиардов долларов, которые на прошлой неделе были выделены на войну Украины против России для уничтожения и геноцида палестинского народа, а также, чтобы развязать войну в Тайване внутри Китая, пойдут на нужды американской военной промышленности, чтобы поддержать экономику США и доллар. Для США война – это политический и экономический бизнес. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал протесты американского студенчества против израильской агрессии в Палестине и геноцида палестинского народа. Мадуро проанализировал реакцию народа США на ситуацию в Палестине и отметил, что среди американской молодёжи произошли социальные изменения, которые заставляют их скандировать «нет насилию» и «нет террору». Балифа Бахшиева, CBC. Корабли береговой охраны Китая применили водомёты против патрульного корабля береговой охраны «Филипин». Об этом сообщили филипинские СМИ. По распространённым данным, судно принадлежало Бюро рыболовства и водных ресурсов Филипин, которая участвовала в миссии по доставке продовольствия и топлива рыбакам. В момент, когда корабль шёл к рифу в Южно-Китайском море, ВМС Китая применили в его отношении водомёты. В результате инцидента у судна зафиксировали повреждения. Ранее в начале марта береговая охрана «Филипин» заявила, что её корабль столкнулся с кораблём Китая в Южном Китайском море у спорного рифа. Тогда пострадали четыре человека. Пекин возложил ответственность за инцидент на Манилу, заявив, что корабль действовал непрофессионально и умышленно врезался в китайское судно. Глава Еврокомиссии Урсула Фундерляйн не исключила возможность блокировки соцсети ТикТок в Евросоюзе. По словам Фундерляйн, Еврокомиссия стала первой в мире организацией, запретившей ТикТок на корпоративных телефонах. С августа 2023 года Евросоюз принял решение усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию особо крупных. Сейчас к ним относятся сервисы Икс, ТикТок, Инстаграм, Ютуб, Гугл и Амазон Сторм. Как подчеркнули в Еврокомиссии, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией. Там отмечают, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений. Тем временем продолжается визит министра экономики Азербайджана Микаэла Джабарова в Саудовскую Аравию. Сегодня в рамках встреч были подписаны ряд документов между структурами двух стран. Тему продолжит моя коллега Салатин Мерзаева в выпуске экономических новостей. Салатин, добрый вечер. Здравствуй, Лидия. Да, все верно. Важно отметить, что страны привержены одновременному развитию как зеленой энергетики, так и традиционных отраслей экономики. Все подробности в выпуске Финтаймс и Карбарен. В Ирияде состоялась презентация странного рамочного документа для Азербайджана на 2024-2026 годы. В рамках визита в Саудовскую Аравию азербайджанской делегации во главе с министром экономики Микаэлом Джабаровым обсуждена совместная деятельность с Исламским банком развития и Фондом международного развития ОПЕК. Подписаны меморандумы о взаимопонимании между Азербайджанской инвестиционной компанией и Исламской корпорацией развития частного сектора, а также между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций, Аспрома и Исламской корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов. Сторон обсудили и совместные действия по использованию возобновляемых источников энергии и финансированию частного сектора. Азербайджан и Саудовская Аравия в своей экономической политике участвуют необходимость балансированного подхода, который позволит одновременно развивать зеленую энергетику и поддерживать традиционные отрасли экономики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда призывал к сбалансированному подходу к реализации зеленой повестки и подчеркивал, что она не должна наносить ущерб нефтедобывающим странам. Об этом в эфире телеканала CBC напомнил доктор философии по экономике Ильгар Велизаде. По его словам, Азербайджан и Саудовская Аравия выступают против необдуманной реализации зеленой повестки, которая может нанести ущерб нефтедобывающим странам. Они подчеркивают необходимость сбалансированного подхода, который позволит одновременно развивать зеленую энергетику и поддерживать традиционные отрасли экономики. Эксперт отмечает, что технологии позволяют производить зеленую энергетику из традиционных источников, таких как нефть, газ и даже уголь. Он призывает страны, занимающиеся в настоящее время добычей углеводов, осваивать эти технологии и использовать их для перехода к зеленой энергетике. Саудовская Аравия, в принципе, как и Азербайджан, старается избавиться от зависимости от производства нефти и газа и диверсифицирует свою экономику. Здесь развиваются новые проекты. Инвестиции вкладываются в и в сельскохозяйственный сектор, и в сектор производства готовой продукции, то есть продукции с высокой добавленной стоимостью. Есть проекты по строительству больших свободных экономических зон, где могли бы реализовываться различные проекты различного профиля. В то же время важную роль финансирования зеленых проектов, особенно в странах с богатыми запасами углеводов, может сыграть исламский банкинг. Он способен стать основным источником средств для технологических преобразований. Но и в этом случае призывы к полному отказу от нефти и газа будут неосмотрительными. Олигар Велизаде подчеркивает, что нефтепродукты переработки достаточно эффективно используются во многих секторах промышленности, вплоть до медицины. Люди, которые выступают с такими призывами, они вообще не понимают, что происходит на практике и далеки от реалии. Поэтому, ну это вот можно даже назвать их, если хотите, такими экологическими экстремистами, потому что любой, скажем, любой подобный подход, который не опирается на реалии, который, в смысле, крайние цели, это в какой-то степени есть форма какой-то экстремизма, в данном случае экологического экстремизма. Это абсолютно неправильно. По мнению экономиста, наиболее эффективным ответом на призывы к отказу нефти и газа станут проекты по производству зеленого водорода и других возобновляемых источников энергии из традиционного сырья. Надо надеяться, что подобные проекты будут реализованы в ближайшем будущем и поспешные требования к отказу от ископаемого сырья перестанут быть актуальными. Международное энергетическое агентство оказывает поддержку странам в реализации новых национальных планов, написал на платформе X исполнительный директор агентства Фатих Бироль после встречи с президентом КОП-29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. В том числе агентство готово поддержать обеспечение успешных результатов КОП-29, которое пройдет Баку в текущем году. По сообщению Фатиха Бирола, первый диалог высокого уровня Международного энергетического агентства и КОП-29 состоится 15 мая в Париже. Вопрос энергетической безопасности и изменения климата формирует глобальные энергетические дискуссии. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на мероприятии в университете Ибн Халдуна говорил о перспективах развития энергетики Турции. Глава ведомства сообщил, что первый реактор атомной станции Ак-Кую завершен почти на 95%. Запуск первого энергоблока на атомной электростанции Ак-Кую ожидается в течение года. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, выступая в университете Ибн Халдуна, рассказал как о развитии атомной энергетики страны, так и сектора в целом. Говоря о перспективах энергетики Турции, Байрактар заявил, что по мере роста экономики государства растет и спрос на энергию. Быстрыми темпами наращиваются усилия правительства по сокращению зависимости в энергетике от иностранных государств. Первый реактор завершен почти на 95%. И мы надеемся, что в течение года сможем производить нашу первую электроэнергию на основе ядерной энергии. Реакторов будет четыре. Турция также имеет масштабные проекты АЭС в Синопе и Фракии. Анкара намерена инвестировать в малые модульные реакторы в сфере атомной энергетики, указал также Байрактар. Говоря о цели Турции по достижению нулевого уровня выбросов к 2053 году, министр отметил, что это приведет к изменениям во многих секторах, в том числе и в добывающем. На газовом месторождении Сакария на сегодняшний день достигнута добыча на уровне 4,5 млн кубометров газа в сутки. Это означает, что потребности в голубом топливе 1,8 млн домов сейчас удовлетворяются за счет месторождения Сакария. Сразу после открытия запасов природного газа в Черном море были обнаружены большие залежи нефти в горном районе Габар в Шернаке. Сегодня в Габаре добывается 40 тысяч баррелей нефти в день. Эта цифра увеличится до 100 тысяч. Таким образом, в 2025 году Турция обеспечит 20% своих потребностей в нефти за счет собственных ресурсов. Байрактар также сообщил, что планируется включить потенциал возобновляемых источников в энергетический портфель страны. Доля ВЕФ в общеустановленной электрической мощности Турции достигла 55%. Но возможности все еще остаются большими. Местное производство возобновляемой энергии будет поощряться, заявил министр. Мы хотим производить наши ветряные турбины и солнечные панели в Турции. Таким образом, мы создадим рабочие места в Турции. Отметим, что говоря о шагах предпринятой страной в области зеленой экономики и трансформации энергетики, министр казначейства и финансов Турции Мехмед Шемшек заявил о необходимости инвестиций в возобновляемую энергетику. Министр выступал на сессии в рамках ежегодного собрания Исламского банка развития. «Турция заплатила 97 миллиардов долларов за импорт нефти и природного газа в 2022 году. В 2023 году эта цифра превысила 70 миллиардов долларов, а в текущем году приблизится к 80 миллиардам долларов». Мехмед Шемшек отметил, что Турция имеет большой потенциал не только в области возобновляемой энергетики, но и в зеленой трансформации экономики. Самира Рзаева, CBC. В течение ближайших шести лет товароборот между Азербайджаном и Кыргызстаном может достичь полумиллиарда долларов. В частности, Кыргызстан намерен обеспечить азербайджанский рынок картофелем, орехами, фасолью и лампами накаливания. В каких объемах эти товары производятся в стране и готовы ли сельскохозяйственный промышленный сектор выполнять такую задачу, узнаем у нашего корреспондента. В Бишкеке Екатерина Токамбаева. Кыргызстан нацелен к 2030 году довести товароборот с Азербайджаном до 500 миллионов долларов США. Эту цифру озвучил в ходе Межгосударственного совета, который недавно прошел в Баку министр экономики и коммерции Кыргызстана. Задача включена в программу сотрудничества между странами до 2029 года, а детальную реализацию компетентные чиновники обсудят в ходе следующего заседания Межправительственной комиссии. Была достигнута договоренность о проведении очередного заседания совместной Кыргызско-Азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Работа комиссии является эффективной площадкой для обсуждения и продвижения имеющихся вопросов с целью увеличения товароборота между нашими странами. Свою часть реализации плана по доведению товароборота с Азербайджаном до 500 миллионов долларов Кыргызстан готов обеспечить за счет увеличения поставок на азербайджанский рынок ламп накаливания, а также сельхозпродукции фасоли, орехов и картофеля. Потенциал снабдить азербайджанский рынок картофелем у Кыргызстана есть. По данным Министерства сельского хозяйства, обеспеченность этим овощем в стране составляет 190% от потребностей, то есть ежегодно выращивается до 500 тысяч тонн излишков. Опыт экспорта тоже имеется. В прошлом году на зарубежные рынки Кыргызстан поставил свыше 42 тысяч тонн картофеля. Что касается фасоли, то экспорт по итогам 2023-го превысил 29 тысяч тонн. До 2018 года Кыргызстан занимал первое место по производству фасоли среди стран Центральной Азии. Что касается поставок электрических ламп Азербайджан, то в Кыргызстане действует крупнейший завод в Центрально-Азиатском регионе по производству более 40 типов электрических ламп накаливания. Совсем недавно он был полностью модернизирован. Производственная мощность в год мы реализовываем порядка более 60 миллионов электроламп в год. На сегодняшний день наше предприятие является государственным предприятием и государство хорошо помогает нашему предприятию. Цель, которую поставили перед собой Кыргызстан и Азербайджан за ближайшие 6 лет довести товарооборот до 500 миллионов долларов США, многие эксперты считают вполне реалистичной. Такая уверенность подкреплена статистическими данными. Увеличение объемов торговли между странами отмечалось даже в постпандемийное время. А в прошлом году объем товарооборота увеличился в 6 раз и составил почти 65 миллионов долларов США. Азербайджан – это тоже, наверное, такой важный поворот в сторону нашего региона. Он связан, как я уже сказал, с тем, что сегодня в мире мировой экономический кризис требует от глав государств такого прагматичного взгляда, с кем сегодня нам дружить. Поскольку нас очень много связывает в плане культурно-гуманитарного пространства, здесь вполне логично, потому что помимо официального сотрудничества есть еще элементы народной дипломатии. Благоприятные условия для увеличения товарооборота между Кыргызстаном и Азербайджаном создаст реализация программы сотрудничества до 2029 года, подписанная лидерами двух стран в Баку на прошлой неделе. Документ нацелен на развитие транспортных сообщений, финансово-банковской и других сфер. Естественно, что их улучшение повлечет за собой рост объема совместной торговли. Стоит отметить, что на данный момент Кыргызстан уже экспортирует в Азербайджан картофель, орехи, макаронные изделия, лампы накаливания изделия из пластика и стекла. По итогам прошлого года экспорт этих товаров превысил 3 миллиона 800 тысяч долларов. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, специально для CBC из Кыргызстана. Ну что же, мировые экономические события остаются в центре нашего внимания. Пока у нас на этом все. Лидия. Большое спасибо Салатин. Салатин Мерзаева представила экономический блок. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в 9-часовом выпуске новостей. Всего доброго.